Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в городе Куроксианапа. Зовут меня Юрий Аздоровский. Вам сегодня привет, Черноморский. С сапожком сегодня будет привет небольшой. Но работы уже ведутся. Вот там внизу у нас работают ребята над устранением неповадок. У нас вчера случилась авария. Навернулся здесь коллектор. Из него начало что-то вытекать с вонью, с жижей какой-то. Появилась информация в соцсетях. Вот я сегодня, собственно, приехал, посмотрю, что происходит. Говорят, очень долго не могли из-за того, что тут пляж не обустроен. Подъехать к этому коллектору ребята ремонтники. Но все-таки подъехали и начали ремонтные работы. Сейчас столько остановили, но все равно видим, что вдоль берега, видите, такая вот идет взвесь такого неприятного церкви. Эта дача вода, в принципе, кристально чистая. При этом вот буквально рядышком купаются люди в море с детьми. Вот ребенок, например, вот здесь и плавает. И туда дача, целый пляж наполнен. А вчера говорят о том, что объявляли, что купание запрещено. Но у нас один маленький вопрос. У нас нигде не говорят о том, что будут улучшать, увеличивать мощности самих очистных сооружений. Новый выпускной коллектор, да, говорят, уже подвели сюда. Скоро заработают. Будет больше сливаться с очистных сооружений воды. Но воды какого качества? Такого мутного и неприятным запахом нас это не устраивает. Будут строить новый коллектор, насосную станцию там в районе улицы Северной. Да, но опять-таки не слово об увеличении мощностей очистных сооружений. Она бы хотела, чтобы их увеличили, они стали самыми лучшими в мире, чтобы кристально чистая вода сливалась в наше море, друзья. Вся система у нас работает так, что вот здесь проходит труба под этим бетоном. Там это воздушку убирает, приносит. И вот внизу находится этот коллектор. Вот с левой стороны прям очень хорошо видно, как уходит труба в море. Это левая старая, говорят, что она не используется. И другая труба, которая вот у нас отсюда уходит по прямой, она должна быть вот не менее 3-4 километров. Впускной коллектор. Вот сейчас у нас Анапа встречает 5-миллионного туриста. Ну, в общем, у нас загрузка 160 тысяч, говорят, что одновременно сейчас отдыхает. И не работает канализация на всем курорте. Будем надеяться, что, конечно, справятся все быстро, сделают. И дальше будет лечь чистая вода. По крайней мере, это мечта, что так оно будет. А как будет, мы узнаем с вами уже в ближайшее время. Потому что тут наши люди все видят, смотрят. Если что, ребятки, присылайте в телегу 8-9-8-8-3-3-3-7-8-8-7, либо Юра ОС. Либо нам на канал, закидывайте в комментарии, я все читаю. И обязательно опубликуем информацию, как здесь будет проходить ситуация. Ходят девушки в красивых стрингах по этим пляжикам. Но водичка, конечно, мутная, пугает даже. Здесь люди спускаются в коллектор, вылазят. В общем, работу ведут. Видите, какой огромный кусок трубы. Много оборудования привезли. В общем, сварочная работа. Я так понимаю, что труба прохудилась и прорвала. Какой звук из этой трубы? Вот совершенно как. Вообще, оно так все гудит, вибрирует. Но это от волн, наверное, откуда-то идет. Дальше район 300 ступеней. Люди тоже купаются в море, на сапах. Я не знаю, куда сейчас идти, честно, течение сказать, что там можно нельзя. От 800 ступеней, 300 ступеней. Людей много. Даже на кораблях сюда он приводит людей. А здесь у нас авария сиренского масштаба. Как говорится, мужики-то не знают. Вот видно, да? Вот это весь вдоль берега была прям вообще водичка мутная-мутная. Сейчас немножко растащила. Так понимаю, что уже около 12 часов коллектор не функционирует. Мужики загорают рядышком. Море, наверное, ныряет. Туда дальше можно. Вот семья только, что ребенок вылез из моря. Покажу вам еще пляжики. Дальше от этого коллектора. Чтобы четко все разглядели. Мутная водичка, береговая линия. И люди отдыхающие. Почему их никто не предупреждает? Хотя, честно, вот на этом пляже там вообще забор стоит. Сюда никто не должен заходить даже. Там написано, купание запрещено. Видите, вот этот забор. Потому что идет строительство новой набережной. Чтобы на людей камни не попали. Но, как видите, за забором тоже много людей. Дальше пошел уже официальный пляж 40 лет победы. Сегодня мы на него сходим. Посмотрим, как там обстановка. И спуск 40 лет победы. Здесь можем увидеть место, где ведется строительство новой набережной. Я в Телеграм недавно выкладывал. Рассказывал, как там все это происходит. Попарка грунта здесь произведена. Систему коллекторов будут обрабатывать, перерабатывать. Потому что здесь пройдет новая набережная. Вот так выглядели старые. Здесь стоят знаки для кораблей. Что 4 километра парковка в высоте как запрещено. Все равно там кто-то стоит на каких-то лодочках. И вот получается, где-то километра на 3 должна уходить труба в море. Новая сбрасывает туда далеко. Блоб, конечно, еще лучше, чем дальше. Труба бы уходила, чтобы скидывался серово-водородный. Слой тогда, Блоб, идеально. Вообще без слов. Так, и новая набережная, ребята. Так, народ пока тут не двигался. Сделали ров. И тут снесли забор. Помните, вам показывали, как-то колючие проволоки, которые здесь были. Говорил, автоматчиков не хватает. Ну вот. Дальше пока, я так понимаю, что ли, в горгаз. Уперлись в территорию. Там пока не спешат реализовать это мероприятие, чтобы сделать новую набережную. Ну что, с той стороны, не плохо прошли. Помните, эти дома я показывал вам. И вот здесь немножко расстояние. Там уже бетонные работы ведутся. Анонсировано уже строительство второй очереди новой набережной. И в ту сторону, сейчас доеду, но покажу вам. Там, где находятся 300 ступеней, огородили все колючей проволокой, чтобы люди вниз не спускались. Ну, как видите, с такими моментами, как коллектор сломанный, может быть, даже было правильно, чтобы люди не страдали от вот этих нечистот, как оказалось, которые сливаются у нас в море. Я думаю, что именно в тот момент, когда сломалась труба, в море пошла грязная вода. Но вот это вообще просто, ребят, здесь произошел прорыв, такой слив. И вот уже ребята плавают здесь с масками. Ну, ладно, на сапах мимо, но тут они в воду хлебают. Знаете, как хорошо прям в трубе ныряют. Потом удивляемся, ротовирус не, не слышал. Вот так. Зато водичка такая крестная, она чистая, так сказать, она получая море. И так и есть на самом деле, но осталось только человеческий фактор убрать, чтобы все было хорошо. И пляж, 40 лет победы. Красота. Мне обратилось внимание, какой тут бетонный монолитный забор появился, ребят. Какой такой большущий. Раньше просто была прогулочная зеленая зона. Видите, там даже сосны остались за этим теперь забором. Ну, так и живем. Обидненько, не так ли? Тут нас просят всех немножко потерпеть. Скоро появится новая набережная. Ждем, надеемся, верим. ООНАЦ-проект. Даже ООНАЦ-проект называется. Кто строил ООНАЦ-проект? Все мы знаем спуск 300 ступеней. И вот эту часть, где собирается строительство новая набережная, как раз таки до парка, который у нас зовется императорским, либо черноморским. Там я, честно, не помню, какое название выбрали. Было голосование у нас с тех телеграмм, я анонсировал. Ну, в общем, суть, что вот до этого пролета было полностью все, горожная дача, колючая проволока. И людям не дают возможность, вот осталось тут пару месяцев, ходить просто спокойно на море. Аджикабель, Ведер. Ну, все ходили на эти 300 ступеней. При этом мы не видим никаких активных работ техники. Я сейчас специально пойду, посмотрю, потому что нам сказали, что из-за того, что техника будет работать, людям будет это небезопасно. При этом они даже там, ту часть, вот в которой мы были, где коллектор, еще не довели до ума. И мне было бы классно, если бы там сделали, дальше пошли. Люди бы отдыхали, никого бы ненавидели при этом. Но, к сожалению, тут вот люди начали обходить сбоку. Здесь прям положили колючую проволоку. Дальше люди психанули, разорвали здесь колючую проволоку. Ну, все-все есть, кусачки дома. И когда мы видим, вот что происходит, такая вот фигня с колючими проволоками, нам это совершенно не нравится. Трудно, по крайней мере, мне лично. Если бы шла работа, вообще никаких-то претензий не было. Посмотрите, ребятки, как здесь выглядит пляжная территория. Здесь у нас далее находятся Ласточкиное гнездо, 800 ступеней. Если вы пойдете на прогулочку, ветер сегодня с берега. Море здесь просто кристально чистое. Люди купаются и не знают о том, что там коллектор прорвало. И идут купаться. Можете посмотреть, как оно сделано. Теперь проход есть. Ну, повторяю, как я вам сказал, что ничего. Здесь никаких работ нет. Впереди меня там шли люди, которые кричали. Не снимайте. Я им говорю, ребят, вы ведете ребенка купаться в то место, где прорвало канализацию. Зачем вы это делаете? Вот. Вот весь вопрос, ответ. Они повели его дальше. Жалко, конечно, когда людям говоришь, рассказываешь. Тебя просто не слышат. И в них только вот свое. Не показывайте. Типа, если ты не покажешь, то остальные все не снимут. И так же не покажут. Я, в принципе, первый раз, когда перегородили, сюда и не приезжал, не показывал. Приехали, показали другие люди. Тут у нас уже началось строительство на большой территории. Я понимаю, это тоже какой-нибудь комплекс, которому эта набережная будет прям вообще по кайфу для поднятия цен на продаваемое имущество там. И забор, как можете видеть, от самого полигона Десафа. И вот полностью сплошняком идет. И тут вот со стороны его немножко прокусили, чтобы народ ходил спокойно к морю. Ну, до 300 с половиной гуляем. Ни одного трактора у меня не замечено. Ладно, поехали дальше. Ореховую рощу посмотрим. Вот здесь даже круче. Строительство капитана объекта, гостиничный комплекс на земельном участке. А что? Круто, значит, 100% спуск к морю будет, ребята. И для комплексов гостиничных надо и набережные, и все остальное. Жалко, что обычным жителям не особо надо. Не, на самом деле все правильно. Нашли инвестора. Инвестор вкладывает. Это хорошее. Вы можете увидеть, как этот заборчик выглядит. Здесь сейчас асфальт даже уже сделали местами. Хотя там дальше уже машины, грузовики убили его. Ну, а вот сам спуск 300 ступеней. Тут тоже латают забор, смотрю, постоянно. И народ там пытается гулять. Возможно, он появится теперь только в другом месте немножко. Там вот этот комплекс поближе к нему, гостиничный. Но в планах он, в принципе, существует. Доезжаем до Шкабельведдер. Я что-то подумал, надо заехать в Крещенский парк. Там тоже очень много изменений, которые мы с вами еще не смотрели. Здесь есть что показать. Стоим возле Крещенского парка. Здесь большущая опаковка, и она не одна. Свещение красиво высажено. Очень много деревьев, которые зелененькие стоят. И выглядят очень симпатично. Давайте зайдем на территорию, посмотрим, что здесь происходит. Ну, первое нововведение, то, что, во-первых, открыли детскую площадку. До нее дойдем. Появилось первое православное кафе в Анапе. Моя подписчица Валентина, ей привет огромный. Она уже там была, пробовала меринговый рулет. Говорит, восхитительно. Я, наверное, ничего есть не буду, потому что я так толстая. Поэтому просто посмотрим с вами, что здесь есть. Ну, вот такая входная группа с колоколами. Много лавочек, мест, зон для отдыха. Такие даже пол лежачий, чтобы лег. Смотришь на небо и наслаждаешься. И вот вам, пожалуйста, 11.30 колокольный небо и фезон. Также есть там центральная ее часть. Ну, и сам храм стоит. Храм тоже очень красивый. Это очень круто, что такие места у нас в России появляются. Тем более в Анапе, в моем любимом городе. Пойдемте в правую сторону, до детской площадки. Здесь за парком очень следят. Но, к сожалению, видите, выгорает немножечко. И дерево убрали, видите, одно. Ну, и трава, газончик, несмотря на полив, тоже погибает. Цикады во все голоса раздаются. Красота, друзья. Также есть санузлы, мимо которых мы проходим с вами. В прошлое посещение мне очень понравились вот эти стульчики. С таким столиком между вами сели, кофеечек, там, любые другие напитки. И сидите, любуйтесь парком. Ждем, когда вырастут эти деревья. Здесь любимые мои платаны. Я их просто обожаю. И очень рад, что они здесь появляются. И любимые мои сосны. Всех деревьев я, к сожалению, не знаю. Если вы такие, как бы, зеленеводы, ну, или озеленители, то напишите обязательно в комментариях все сорта деревьев, которые высажены здесь. Особенно вот эти деревья тоже интересные, которые посерединке находятся. И мой первый взгляд на эту детскую площадку. Я ее видел только из-за забора. И я думаю, что она станет такой меккой, популярной для всех детей. Особенно близлежащих домов. Мишка, по которому можно полазить, она специально здесь для этого и стоит. Разнообразные качели, кое-как здесь очень много. Они находятся под аэрариями, защищены от солнца. Такие маленькие детские горки. Все это на провизиненном покрытии. Посередине у нас такой большой корабль. Тоже полазить для детей будет очень круто. С левой стороны еще лавочки. Я понимаю, что с возможностью зарядки. И можно вызвать пожарных прямо отсюда. Ну, как вам, ребята? Обязательно напишите ваши отзывы. Мой корабль еще с горкой сзади. Вот такие качели мне очень нравятся. Меховские детки катаются вот внутри. Здесь можно попрыгать на батутах. Для детей это будет. Вообще, наверное, самое крутое, что только можно. Здесь улиточка. Тоже для ваза не по ней. С такими креплениями специально. Мусорки. Подсветка. То есть, ребят, ну, современно. Как я и сказала, да? Тут можно заряжать USB-телефончики свои. Тут огородили, к сожалению, одну из качелей, которая предназначена для детей с ограниченными возможностями, чтобы заезжать на коляске. На ней каталось очень много обычных детей. И те решили вот таким образом с ней пока поступить. Еще одна качель. Еще одна горка с лазовкой, качелькой. Ну, супер круто. О, кстати, вот это вообще, я понял, смотрите, то есть вровень с поверхности сделана такая качелька, которая крутится. Вот это кайф. У нас такого в детстве не было. Была максимум такая качелька, которая вот как-то стояла. И вот бревно, на котором качаться. Ну, и обычно туда-сюда. Не завидую, а желаю нашим детям хорошо развиваться в таких великолепных пространствах. При этом здесь с забором находится еще одна детская площадка. Можно было их всех объединить, я думаю, чтобы в этом ЖК, не помню, как он правильно называется, не обиделся. При этом здесь рядышком тоже еще один находится комплекс санузлов. Аплодисменты. Вот так, 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 хлопаю, потому что это вот так вот. Круто, молодцы. Такие парки нужны, можно увидеть, даже вот уже дети на газоне отдыхают. Кашелот не обратил внимания. Вокруг него побегал, посмотрите, через него тоже можно перелезть. Здесь есть правило. От 3 до 14 лет предназначена детская площадка. Если что, на паузу читайте. Мы идем далее. Здесь еще пространство-то делается. Такой лабиринт, который вокруг часовни находится. На нем должна быть дальнейшем сделана история Крещения Русилия. Что-то вот в таком духе, но тоже очень клевое пространство реализуется. Тут постепенно все доделывают, там что-то переделывают. В общем, очень много работ ведется. И очень рад, что он уже в доступе и частично этот парк работает. Труда вложена просто невероятно. И то, что это все появляется в нашем городе Корахтианапа, меня очень сильно радует. Ждем еще императорский парк. Хотя там уже тоже очень много пространства запущено, на которых можно играть. Но в этот обзор сегодня он не войдет. Потом отдельно загоняем снимем его еще. Если смотреть на храм, то с правой стороны здесь подписано, что это сувенирная лавка. Вот с левой стороны, как раз таки, то самое кафе работает. Фонтан сейчас взял, наверное, минутку перерыва. Но фонтан здесь тоже очень классный. Излюбленное место для детей уже в городе Корахтианапа. О, посмотрите, какая красота появилась на телевизоре. Я знаю человека, который снимал это на квадрокоптер. Ему огромнейший привет, друг, будет смотреть наш видеосюжет. Вот здесь великолепный храм. То есть все дальше и дальше улучшается. Это пространство здесь играть. Вот, может, музыка по прямой у нас находится. Амфитеатр, в котором могут проходить разнообразные представления. Их анонсировали, но почему-то пока в этом году еще не видели. Слышно. Журчит-бурчит. Фонтан работает. Ну, то есть видно, что здесь зона как бы влажная. Немножко, наверное, отдыхает. А что, людей, в принципе, сейчас нету. Полудин и зной. С левой стороны здесь еще какое-то пространство строится. Ну, и давайте сходим в православное кафе. Там у нас вход в ту церковь. Тоже переделали. Сделали все очень симпатично. Восхитительно. Классно. Прекрасно. Мне говорят, Юра занимается рекламой. Допустим, в отелях приходят, там пробуют 20 блюд и говорят, что вкусно. Ну, это реально вкусно. Или в номер ты заходишь, там новые мебели. В каждом номере тебе хочется сказать, что реально классно. Там, где этого нет, ты просто говоришь, ну, вот такой номер. Вот так и живем, ребят. То есть я вас призываю все свои эмоции выражать. Потому что мы их, когда копим себе, в ответ те люди, которые стараются, для нас делают, они тоже тратят на это энергию и силы. Не видят от вас благодарности. Одна критика. И потом больше никто ничего не хочет делать. А ведь у нас становится нереально красиво. Наша любимая Анапе. Вот мы, православное кафе. Далее здесь еще спортивные площадки. Через них мы с вами выйдем. Внутрь можете увидеть, какое помещение уютное. Работает кондиционер. Здесь прохладно, хорошо. Есть очень много разных сладостей. Вот мэринговый рулет. Валентини, привет. Ну, я пока не хочу, возьму себе копеечки. Посмотреть, что почему. Вот я взял американа. Большой объем за 190 рублей. Вот блюдо, выпечка у вас готовится или откуда-то? То есть полностью вся ваша кухня, все, что у вас представлено. Ваша кухня. Понял. Спасибо. Вот такое местечко, дай бог развития, своя собственная кухня. Это вообще прекрасный дом, может откуда привозят. Нет, ребятки, все здесь готовят. Зря, значит, я не продегустировал. Ну ладно, в следующий раз мы обязательно придем. То есть возможности есть. Лапочки летают. Восхитительно, как меняется Анапа. Еще несколько лет назад представить, что у нас будет вот такой вот комплекс посреди этих полей, которые я помню все свое детство. Невозможно было представить. Вот пускай местные жители на меня поправят. И сейчас мы идем и воочию все это смотрим. Это очень круто. Вот он, пожалуйста, для баскетбола площадки. Для занятия, конечно, жарко. Ну, лето, сезон в Анапе. Может быть у нас каких-то еще крытых не хватает. Ну, это на будущее будем мечтать. Хотя сейчас вот и такие есть. Это уже великолепно. Тут также занятия спортом, воркаутом. Пожалуйста, приходят люди, подтягиваются. Хорошие тренажеры. И это очень-очень круто. Пожалуйста, моя девушка занимается на брусьях. И мужчина на силовых тренажерах. Ну, собственно, обходим мы всю территорию практически парка в этом видео. И давайте все-таки теперь доедем до Ореховой Рощи. Я на нее еще обзор не снимал. Ну и кофе. Забыл продегустировать. Шоу, заговорился. Кофе крепкий, вкусный. Спасибо. Итак, ребятки, Ореховая Роща. Мы находимся на переулке Крутом. Здесь виллапарк. Можно было бы, конечно, по прямой зайти вот туда. Но я хочу начать сначала, как говорится, и пройти от самого ее... Начало от улицы Таманской. Показать все, что там изменилось. Тут погибшие деревья. Все засохшие сосны, к большому сожалению. Больно. На углу здесь ворота, но, к сожалению, не открыли вход. Сюда замок висит качель. Там придется заходить прямо по прямой. С Ивана Голубца. Туда по прямой, ребята, есть море плова. Вкусная узбекская кухня. И смотрим на Ореховую Рощу. С 6 до 11 часов режим работы. Правила пользования. И все, что здесь изменилось, получилось. Роз, к сожалению, высаженных мы особо не видим. Это то, что старая здесь выжила. Но сделали тротуарные плиточки. Смотрится довольно-таки симпатично. Конечно, очень много погибших деревьев. Вот в начале там видел. Сейчас я вам все это покажу. В дальнейшем, я думаю, что розы здесь тоже разрастутся. Все появится. Потому что работы тут еще предстоит довольно-таки много. Вот угловая дверь, как мы видели, она еще закрыта. Есть освещение. Красивое, кстати, на освещение никто особо не жаловался. Мы подходим к тому месту, которое все время у меня вызывало интерес прийти и посмотреть. С правой стороны такие вот аэрами над скамеечками. А здесь круговые качели. Даже выглядит очень симпатично. Вокруг сосны, которые, кстати, уже классно сделали. Мне этот вид очень нравится. Вот там на полянке мы видим очень большое количество погибших. И сосен, и деревьев. Просто какие-то деревья валяются. Спелены и туйки. И здесь тоже люди вот сидят под тенью деревьев. И здесь вот несколько туй погибло. Надо лиственных сажать больше. Я думаю, что с ними было бы разлучено. Ну, и дальше вот такие витиеватые дорожки уходят через сам парк. Раньше здесь немножко по-другому все это выглядело. И везде на каждом поворотике есть освещение, что тоже радует. Здесь не хватает, конечно, побольше скамеечек. Как более проходное место. Вот еще у нас человек под тенью отдыхает. Мы давайте вернемся ближе к началу. Пойдем в правую сторону смотреть на сухой ручей. Здесь у нас гибискус. Он мне очень нравится, этот цветочек. И когда он цветет, то у нас волтосы цветут. И на них можете ехать тоже. Возвращаемся на центральную аллею. Очень много тротуаров. Здесь по центральной аллейке не хватает. Помните тех больших розариев, которые были? Это, так сказать, остатки роскоши. То, что пережило строительство этого парка. Тротуарную дорожку расширили. Мусорки, скамеечки, освещение сделали. Здесь вот правую сторону. Мы с той стороны наблюдали эту зону. Отдыха. Проходим в правую сторону парка. Даже эти розы умудряются порадовать ароматом. Вкусно. Тут просыпали плитку песком. Наверное, бухтело. И потихонечку, я думаю, доведут до ума. И вот здесь вот, с левой стороны, как раз-таки находится тот самый сухой ручей. Куда вода, по идее, должна стекать, если парк будут опять подтапливать. Будем надеяться, вообще подтопление, в принципе, больше происходить не будет. Далее с высокими спинками здесь скамейки и большие мусорки. Стоят. Сейчас будем двигаться к центральной аллее, чаши, краски, фонтан. Работу, честно, еще вижу, что предстоит достаточное количество. Даже вот между тротуарами подровнять газончики. Добавить роз, которые мы очень ждем. Которых высадили по бумагам. По крайней мере, очень много. Может, они, конечно, погибли. Я думаю, что все восстанавливает. Там тоже ребята отдыхают под деревьями. Мне, по крайней мере, радует, что вот эти такие моменты не радуют. А вот такие, где покосили, траву прям радуют. Потому что я пришел с людьми на фотосессию. Вот выглядело все, как вот этот островок. Видите, его упустили. Он был заросший. А там чуть ли не по колено. Такой травы прям густой-густой было. Я такой думаю, блин, как мне здесь фотографироваться. Вроде шпарк запустили, чего не работает. Пришлось на дорожках. В траву мы так и не залезли. Тоже ребята отдыхают под тенью деревьев. Отдыхают они под орехом. Хоть что-то осталось от названия ореховой рощи. Потому что это вот все плотаны уже стоят. Ну, вот так вот выглядело все. Видите, как здесь заросшая роза. Это перед самой центральной частью. Которую очень сильно облюбовали дети. С левой стороны дорожки, лавочки. Ничего такого сверху нету. И выходим. Посмотреть на территорию. Ну, тут, в принципе, центральная чаша так же и осталась. Большой, свободный. И посерединке накроется фонтан. Раньше он был круговой такой. Теперь это трогает. У меня фонтан, в котором дети могут купаться, наслаждаться. Как раз таки ладонь. Также появилась вот эта великолепнейшая зона. С левой стороны это вход. Еще один. С пирелка крутого. Ну, а здесь на столе теннис. Стол раз. Качелей много. Которым деткам в Библии Речи было бы хорошо. Видеонаблюдение за всем этим тоже есть. Там еще качели, на которых взрослые сидят. И на детей своих глядят. Здесь просто великолепнейший детский городок. Деревянный такой крутой. Классный. Который тоже хотелось бы прийти, повазить. Снизу у нас прорезиненное покрытие возле него. И можете видеть, сколько здесь и взрослых, и детей. Даже в такой полуденный зной находится сейчас. Круговая качелька есть. Еще там качели. Здесь для занятия спортом оставили турники. Такие еще для полазить есть разные элементы. Архитектурные малые формы. И песочница. Была песочница уже растащили. Один ребенок сидит и играет. В ту сторону тоже сделали тротуары. Дорожки. Очень много лавочек. И красивое озеленение. Ну, в правую сторону. Будем потихонечку выходить из парка. Лавочек здесь добавили прям очень много. Эта часть парка, кстати, наверное, меньше всего претерпела изменений. В плане того, чтобы там деревья как-то менялись. Просто, смотрите, аллея лавочек. Круто. Тротуары, освещение. Наверное, самое важное, что нам надо. Вот то там, то там сидят люди. Газонов не хватает. Потому что раньше была трава прям хорошо росла. Сейчас вот много таких вот мест, ты понимаешь, подсыпали. Но с газонами не получилось. Либо они уже выгорели. Вот тут, кстати, плохо косили. Либо уже заново надо. Потому что много сорняков, амброзии. Пожалуйста, в парке в таком. И не должно быть. Вот новое свежее дерево, к сожалению, погибло. Это очень жалко. И выходим на центральную часть. При этом видим, что ребята работают. Постоянно будут порядки здесь. В правую сторону там тоже есть прогулочные зоны. Мы вышли на проход непосредственно к новой набережной. Здесь есть санузел. Работает. Видите, машинка для тех людей, которые занимаются уборкой пляжа. Туда по прямой еще одна качель находится. В которой мы видим детей. И тоже много-много дорожек с освещением. О, здесь вообще прям такой тенечек. Так коротно. Вот здесь хочется прям отдыхать. С под цикадой. Такое ощущение, как будто это даже не в городе находится. Вот именно в таком формате мы увидели ореховую рощу сегодня. Как вам? Пишите ваши отзывы. Девушка там отдыхает тоже. Вот так же эти дорожки. Покидаем ее. И двигаемся к новой прекрасной нашей набережной. Обычно там много людей сидит. Но сегодня в 12.20. Что-то их нет. А я сейчас иду, такой, понимаю, где я поставил машину. И от этой жары уже даже забыл этот момент. А где же моя машина-то стоит? Все нормально. Вспомнил. Двигаемся. И здравствуй, новая набережная. Как выяснилось, у Тесова не должно было существовать вот эта верхняя часть. Должна была вот эта набережная вот так же продолжаться дальше. Вот нижняя часть у него могла существовать. Очень бы хотелось, чтобы снесли вверх. Оставили нам какой-то проход соединились в будущей новой набережной. И тогда наверняка лучшее бы место было бы в Анапе. Хотя сейчас таковым является. Здесь теперь собирается огромное количество людей. Под вечер. Не сейчас, ребята. Сейчас здесь очень жарко. Но от этого бит на море не хуже. Можете посмотреть, как это все красиво выглядит. Лучший кинотеатр. В Анапу спрашивают, когда приедем, что посетить? Море 38,1. Температура воздуха на новой набережной. Когда мне говорят, тут сделали лестницу, как для великанов. При этом не видят просто рядышком то, что здесь два спуска сверху вниз. Мне становится это прям смешно. Я потому что первый раз тоже не увидел. Здесь возле утесов есть возможность подойти прям как брылу и посмотреть вниз на пляжике. 40 лет победы. Вот так вот выглядит отдых всех людей. Людей, кстати, на пляже немного. В основном все под тенью спрятались. Пляж 40 лет победы. Ребятки, подошел. Смотрим отсюда. Вот там этот коллектор находится, который ремонтирует. Работы все еще ведутся. И здесь можно наблюдать раз таки, как происходит пляжный отдых. За забором людей очень много отдыхает. Смысл этого забора был, да? Забор вот он, видите, запрещено туда проходить. И двигаемся дальше вниз. Отдых людей, который на 40 лет победы тоже прекрасен. Вот так вот море. Немножечко сегодня пострадало здесь. Здесь, вы знаете, сколько людей плавает, как далеко от берега они плавают. Тут тоже береговая линия, видите, расчищена местами, через которые люди заходят и уже туда выплывают на глубину. Если бы только не этот, как говорится, эксцесс, то было бы вообще все прекрасно. Ну, вот так мы увидели сегодня эти места. Сколько судов у моря в Анапе. В общем, такая вот великолепная красота. Помашите ручкой, мои подписчики. Хорошего отдыха. Побежали, ребята. Дальше. Будем подниматься здесь наверх. Потому что тут нам гораздо интереснее пройти именно сверху. Сверху мы увидим и нижнюю часть набережной, и верхнюю часть. Говорится, все попадет. Эх, удачи тем, кто живет тут в квартире, которая продавалась. Какая она была классная. Жалко, что денег таких нету я бы себе бы взял. И просто бы с утра до вечера сидели бы с вами в прямом эфире. Смотрели бы на море, на закаты, рассветы. На бережную бы эту ходили по кругу. Спрашивают, да скольки здесь по вечерам происходит концерт. Обычно до 11 часов. Чтобы не мешать тем людям, кто графит толстом будет отдыхать. Ну, номеров, я смотрю, тут занято довольно-таки много. Магазинчик Абрау Дюрсо. Дальше у нас Шумринка. Есть винный бютик. Есть аптека. И Фанагрия. По Шумринке вроде бы у нас было, ребята, на телеге. Кстати, у нас все больше появляется авторов, которые нам скидывают свои посещения разных мест. И я вам за это от души, ребятки, благодарен. Потому что все-таки очень важно знать, куда сходить в Анапе. Так как пойдете не в те места, потом будете расстреляться. Вот библиотека. Говорят, что очень хорошая кофейня. Краснодарская открывается тоже на Санапе. Мы желаем им, чтобы быстрее все у них получилось. Здесь у нас есть подъезд к этому месту, где танцы происходят. По улице Толстого, если не ошибаюсь. Собственно, от нее и называется Граф Толстой. Машинки пакуйте вдоль орехового рощи и отдыхайте. Красота. Тоже вид. И вот здесь краски, музыка, танцы происходят каждый вечер, друзья. Мы поедем уже. Красиво. Приглашать на фотосессии утренние. И закатные сделали у вас красивейшие фото на любимом с вами пляже. Обращайтесь по номеру телефона 8 9 8 8 333 7 8 8 7. Только не звоните, а пишите ватсап от души. Здесь сделали полив. Деревья живут. Я помню, первый год они погибли. Молодцы, что дуделали. Будем надеяться, что с камней времени это будут большие тенистые деревья. Также газончик зелененький. Такой жреб. Содержать его в таком виде, это очень круто. Гольден Лайн море называется. Дальше. Блан де Нуар. Здесь ресторан находится. Мы тут фотосессию наделали на берегу с моими подписчиками. Было очень круто. Пункт полиции. И на этом новая прекрасная набережная. Обязательное посещение особенно. Время заката начинает потихоньку заканчиваться. Движек улица 40 лет победы. С правой стороны находится медиустрица. Много раз проходил. Думаю, где-нибудь помесь, попробовать. И что-то, знаете, как-то всегда сил не хватает. Ребятки, вдруг вы хотите заказать какое-нибудь заведение. Когда-нибудь сходить. Можете поддержать донатом. Да или вообще, в принципе, на бензинчик. По номеру телефона, который видите на экране. Будем вам от души за это благодарны. Хотя не везде всегда получается сходить. Потому что от него подписчик. То есть давай скину эти деньги. Сходи там в ту столовую. Ну, я не уверен в той столовой. Поэтому не хочу туда идти. Поэтому надо выбирать заведение. Те, которые хорошие. Не хочу плохое брать на обзор. Как бы я хайпа не ищу. Мне хватает моих маленьких просмотров. Потому что снимают людей от души до души. Все прекрасно и хорошо. У меня все равно бан на ютюбе. Поэтому только громкими заголовками можно привлечь себе внимание. Но этого делать, я думаю, мне лично не надо. Потому что мне от этого ни холодно, ни жарко. Если вас больше посмотрите или меньше просмотрят, Главное, мои подписчики, кто постоянно заходит, смотрит. А все остальное абсолютно не важно. 40 лет победы. С правой стороны здесь покупочная зона. Прошли туалет. Из кофейни, которые должны идти под снос. Также у нас находится кафе Шатер. То же самое. К нему относится. Ну, не сносится. Стоит и наслаждается, как говорится. Здесь у нас выпечка разная. Сам здесь брал много раз разные пирожки. Вкусные. Могу советовать. С кофеечком. Недорого. Кафе Парус. И можно посмотреть, что почем здесь. Тут бургер с птицей детский. 230 рублей. Можно на него клюнуть. И зайти, как говорится. Потом по ценам. Хотя тут карбонара 200. Грамм пасты. 420 рублей. Телять у нас ковицы. 250 за 510. Первое блюдо. Борж с салом. За 350. Ну, не сказать, что, знаете, там сверхдорого. Где-то мы видели там дешевле и дороже. Но все цены всегда по-разному. Тоже. Выходим на набережную. Улицу. Посмотрите, какая здесь красота. С левой стороны пальмы есть, друзья. В правую сторону можем пойти. И до маяка дойти. Ну, и дальше. До песчаных пляжей Фенапа. Но здесь сверху можно увидеть, как отдыхают люди на более, так сказать, не оборудованных пляжах. Смотрим, как выглядит здесь береговая линия. Что здесь происходит на не оборудованных пляжах. Просто поближе есть возможность. Девушки вылазят потихонечку. Каравочка. Поэтому, если собрать здесь купаться, то подготавливайте ваши обувь обязательно к этим моментам. Потому что босиком здесь будет сложно. Да, здесь, конечно, девушка спорят у вас просто полностью. Это не загар, а скорее всего просто дыхательные процедуры. И туда дальше уже до места, где установлены домики с мангалами. Это те места, единственные в Анапе, где вроде как официально можно жарить шашлык на пляже. Кафе Парус можно посидеть и на этой зоне. Ну, и здесь, вот, сделаны красивые места. Именно возле стеклянной набережной. То есть у нас получается два таких места в Анапе. Притягательных, новая набережная. И здесь стеклянная. Столы постоянно, стулья обновляются, меняются. И становится прям очень красиво. Тут еще появился вот такой вот шатер. Единственный момент, мне вот эти вот провода бы, они ребята куда-то поубирали. Было бы прям классно. Портят немножко вид. Шатер красивый. Спускаемся вниз, обратно на 40 лет победы. Улицу. И двигаемся уже в сторону моря. Тут, как бы, можно было бы еще там повернуть и пойти. Смотрим напитки, пиво. Тут вы видите, как бы все, по чем продают. Чебуреки мяса 100 сек, 120 сек, грибы 130. Шарма 250. Слушайте, прям недорогие цены. Здесь ребята делают мидии разные. С видом на море, в тенечке можно поесть. Мидии там, мя, фирменные 410. Воку улица 308. Моря продукты фри 150. Нагет 150, Уз 308, Павелия 350. Мохито 100 рублей. Далее тут есть экскурсии. Слушайте, ну прям по ценникам меня что-то прям тут радует. Такое ощущение, как бы дешевле просто не придумаешь. Люди тащатся с пляжа. Раньше ходил по работе. Сейчас не знаю, ездит ли какая-то машинка, чтобы возить вас оттуда. Тут какой-то аромат неприятный присутствует. Можете посмотреть, как здесь пляжная территория выглядит. Даже кто-то с палаткой, с САПом отдыхает прям здесь. На мотоциклах ребята приехали. Вот видите, что-то течет. Может быть от него как бы этот аромат не происходит. Вот дальше те самые. И так выглядят наши пляжи. Туда, туда, дальше. Сверх, конечно, было под прямым углом легко смотреть. Людей практически нету здесь. И в ту сторону пошло. То есть, кто хочет на переполненных с водорослями, я вот говорю. То есть, ребят, ну кристально чистая вода. Кайфуйте в Анапе. И говорят, нет, вас и сделала так. Ну вот, чистая кристально вода. Каменный пляж. Она по 40 лет победы. Единственный момент, ребятки, это, конечно, тот коллектор, который прорвало. Ну, на вид чисто. Подванивает точно вот с этого ручья. То есть, откуда-то через горы там что-то спускается. И вроде оно тут до моря не дотекает. Дальше от берега, там вообще кристалл. Ну, в общем, я не знаю. Красиво, классно, но стоит ли? Это вопрос к нашей администрации. Официальных запретов. Вот специально зашел, сейчас посмотрел. Нету. Ну, значит, купаемся, наслаждаемся. Но я не хочу. Я вам просто покажу, как все здесь выглядит. С правой стороны мохито продают. Дальше мороженое продают. Циньки, допустим. Водичка. Лимонадики, здравствуйте. Мороженки. А почему мороженое вообще? Спасибо большое. Дальше у нас есть спортплощадка. Ну, такая зона, знаете, немножко не для всех. Потому что воркаут не каждый тянет. Температура воздуха 38,4. Здесь заработала, кстати, кофейня. В прошлый раз я похилил, когда на закате она не работала. Вот видите, по таким вот маршрутам могут, ребята, здесь путешествовать. Правда, соленый воздух не щадит эту конструкцию. Ее надо срочно обрабатывать. Вот, значит, она заржавеет и ее выкинем. Здесь у нас сделали классную сцену. Есть скамейки, мусорки, подсветка, камеры установлены. И вот такие вот лавочки. Вот на этой уже с видом на море не особо покатаюсь. Потому что деревья зарастают. Деревья не надо вырубать, пускай лучше. Вот туда на угол будет вид на море или вообще не будет его. Главное, чтобы зелени было больше. И еще одно впереди. Тут точно вид на море обеспечен всем. Красота. Эта зона мне очень нравится. Единственное, конечно, просто к этим тренажерам. И посмотрите, как тут мало людей. Вообще практически никого. Шатры, бар, кафе, прокаты, лимонады, туалеты даже есть. Вот такой вот вид туда дальше. 300 ступеней, ребят, видим отсюда. Дальше туда 800 ступеней. Можно разглядеть, да, где количество людей увеличивается. А вот ребята ведут работу на этом коллекторе. Дальше до забора. За забор люди видите, как обходят его и идут туда дальше. Вот. Как бы у нас так люди происходят. Отдых. К сожалению. Или к счастью. У нас многие говорили, что все равно. Но то, что там запреты стоят. Хотя сегодня запрет был бы прям нормальным явлением. Может быть, с цивилизацией бы даже никто не удивился. У нас вот как мне мужчина. Какой там все хорошо. Мы идем с ребенком. Ты главное не снимаешь, а мы здесь идем. Вот так вот живем. И жаришка. Вот они. С 40 градусов практически. Жар выдает. Здесь рыбка стоит, которую можно пластиком покормить. И бутылочка, которую всем всегда советую собирать отходы. Тоже не деятельность. Давайте все-таки по краешку пойдем. Ну, тут будет прям интересно смотреть. Так как и на людей можно сверху поглядеть. Нам интересно, конечно, сколько на весы стоит проката. Я думаю, не так важно. Где-то в районе 1700 за любой. Там за катамаран, за САП. Ну, примерно все везде одинаково. Вот лежаки большему количеству людей нужны. Ну, и вверх вид на набережную. Осья. Девчули прикольные. Вроде взрослые, короче, у нас на рукавниках. Молодцы. Не рискуют. Потому что это, на самом деле, очень важно. Если плохо, держитесь на воде. Но не рассчитывайте на рукавники. Потому что в любой момент они могут лопнуть. Тоже очень важно понимать. Расчищенных заходов прям через каждые там несколько метров. То есть не обязательно лезть по камням. Я смотрю, что без спецтапок даже заходят в море. Ну, и говорят, что давно надо было бы здесь расчистить, убрать все булыжники. Но не понимают они того, что если их убрать, то вот такой шторм, как был. Шторм века. Снес бы, наверное, все вот так вот до этих скал. Потому что как раз таки волны разбиваются об эти камни. Лучше не трогать, как говорится, то, что создала природа. Ох, какие девчули классные. Молодцы, что отошли покорить. Иду, делаю подсъемки, понимаю, что как бы, что-то долгое как-то спускаюсь. Время летит быстро. Оглядел на часы. Ну, что сделаешь? Для вас стараюсь. Пытаешься отключиться от того, что вокруг тебя 40 градусов жары. И все, в принципе, хорошо. Когда становятся шашлык, горячие выпечки. Сейчас туда ближе подойдем, будем все разглядывать. Здесь у нас есть спуск направо. Можно в ту сторону не доходить. Пять чариков тоже за 150. Лучшие лимонады. Нужно видеть, что почем. И вещи продают тоже разные ребята. Здесь вас ждут. Можно с собой ничего не тащить. Купил, продал, продал, купил. Красота. Тут бесплатные лавочки, на которых будет очень жарко. Дальше. Вот. Машинг-буквам написано, что пароход запрещен. Собственно, я вам со всех ракурсов этот пляж показал, что там люди отдыхают очень много. И колючая проволока у нас ничто не помогает. Видите, все подписано, написано. Колючая проволока перекрыта быками. И вот они все, ребята. Когда у нас вот такое происходит. Здесь, ребята, можно увидеть, что есть прокат бананов, всего остального. Мы сейчас прогуляемся с вами в правую сторону пляжа. И посмотрим инфраструктуру, всю, которая здесь имеется. Так, возле берега моря мне часто стало немножко попрохладнее. По температуре, да. И сразу видно, что температура упала 37,5. Немножко прохладнее, от 40 немножко вниз ушло. Это за счет того, что возле моря, за счет самого моря, здесь будет прохладнее температура. Есть лежаки, которые предлагают здесь. Кто-то просто под пеней ларков сидит, отдыхает. В общем, отдых идет. Аренда лежака 300 рублей, друзья. Это хорошая цена, если везде у нас в Анапе по 400. Людей, собственно, немного на этих пляжах. Но если можно найти места отдыхать, где вот только людей бы предупредили, что там произошла печалька. И тогда было вообще хорошо. Какие, слушайте, девочка одна красивая, другая прям. Рекламы наших пляжей. Вы еще не придумаешь. Продолжаем движение. Смотрим на всех тех, кто здесь на отдыхе. Есть тоже лежаки. Вот 300 рублей. Можно снимать дальше шашлыки. Жарят мужики. Это вот к этому бару относится. Уф. Ароматище, ребята. Попробуй не захотеть поесть. По ценам можно увидеть, что почем. Да, секундочку, дорогой. Сейчас посмотрим, что почем по ценам. Идем дальше. Здесь хачапури, выпечка. Хачапури по 150. Картошки, пирожки по 60. Крежок с капустой тоже 60. Ну, ладно, я буду озвучивать. Вы сами думаете, что все. Разговорить 700 за 150. Здесь картошки 100 рублей. Кончик за 50. Напитки, коктейли. Разные. То есть, есть все, что вам только надо. Ух! И количество людей, конечно, которые здесь сидят. Тут бар на территории сделано с видом на море. Рязь и рукуруза по 100. Мороженое по чайкам за 150. Наливают напитки. Рыбка. Все, что вам надо, друзья мои. И смотрите дальше, как ловят эту территорию. Туалет по 30 рублей. Господи. Вот где-то есть нормальная цена. Туалета за 30 рублей можно сходить. Пикинти, да? 50 у нас там на пляжах. Здесь 30 биотуалет. А там канализация. Все сливают. Получается, здесь навесы над переодевалками. Чтобы сверху никто не заглядывал. По-моему, первый год поставили. Прям было очень красиво. Так. Там голый мужчина. Здесь у нас спасатели с сапами. И везде лежачки по 300. Смотрю. Жарковато только. Так вообще. Прогулка мне очень нравится. Можно было пойти по берегу. А там больше сил надо прикладывать. Здесь дорога такая сделана. Мусорки во всю длину. Я так понимаю, что рассчитано на то, что люди курить будут. Ходить именно сюда. Выбирайте любое место. И загорайте. Отдыхайте. Кайфово. Если честно. Радуется тех, кто прошел дальше. Здесь места практически пустые. Мне кажется, мы сверху шли гораздо дольше, чем здесь. Тут тоже горячая кукуруза. Ценники все примерно те же. Чебуреки. Напитки раздневные. Это барная территория. С холодильниками, с столами. И девчули красиво отдыхают. Чем дальше от спуска, тем меньше людей на пляжах. Надо к морю подойти еще здесь. Посмотреть, какая у нас здесь даже. Там дальше вообще пустота. Камера очень быстро перегревается. Вот этим ребятам на сайт передаю привет. Оказали, что это подписчики. И температура моря возле берега вас сейчас тут шокирует. Потому что тут глубины не сильно много. Я дальше заходить не могу. Но, например, сейчас 25 по всей поверхности. Но здесь возле берега будет сейчас прям кипяток. Вот по такой, наверное, даже скучали. Из-за 40 градусов воздух возле моря здесь показало. И температура воды. Смотрите, не меняется. 28,5. Повторяюсь, это тут небольшая плоскость. Плюс там вообще канализацию. То есть не канализацию, а очистная чистящая вода сбрасывается. Видимо, я в море начала сбрасываться возле берега. И что-то мутно стало. И завоняло. Ну, такое бывает. 28,3. Красота. Вообще ручка. Курску привет. Стесняются девушки у нас здесь. Хорошего отдыха. Если вдруг поймаете ротовирус, вы мне пишите. Иди. Чтоб я знал. Ну, а если не поймаете, тоже напишите. Мы купались, протестировали анапскую канализацию. Все нормально. Коньяк пройдет. А, вот все. Под коньячок. 40 градусов жары под коньяк. С Курска не победить, девчонок. Все, пойдемте дальше. Здесь навесы, беседки, мангалы. Красота, друзья мои. Отдыхайте, наслаждайтесь. Как говорится, в полной белье. Мои подписчицы, которые стесняются. Это, конечно, печально. Но не надо этим заниматься. Часто спрашивают, где можно пожарить чашлык на берегу моря. Официально. Я не знаю, насколько это официально. Потому что правила богорода строительства запрещена. Ну, вот здесь людей-то, в принципе, не очень много. Жаль себе. Дорогие мои, мы продолжаем нашу прогулку. Здесь больше людей. Становится, решил все-таки добежать. Тут вот в беседке отдыхают ребята. Здесь двойная беседка. Дойти до трудящихся спусков. Тургиневский. Это вон тот каменный белый. Мы прогуляемся до Тургиневского. А может, вы туда. В общем, посмотрим. Сейчас по настроению уже снимать. Так снимать. И всю территорию вам показать. То есть здесь людей еще меньше. Многие приходят делать для своей семьи личный спуск. И потом все время приходят именно сюда. Отдыхают в это место. Видите, такие каменные загородки. Жарят шашлыки. Прям, ну, очень круто. Промежуток огромный. Опять один человек. Потом еще два человека. В общем, берега здесь максимально. Как раз-таки для шашлыков, маршлыков пригодный. Единственное, что спуститься прогуляться. Придется лично расстрелять. Берег чистый. Я вас всех призываю. Берегите эту чистоту. Мы огромное количество раз убирали здесь. И, собственно, хотим, чтобы так и оставалось. Потому что и штормами выкидывают. Обиднее всего, когда наши гости не ценят эту чистоту. На берегу я не увидел нигде свалок. Никаких. И дай бог, чтобы до конца моей прогулки все так и оставалось. Те люди, которые занимаются в этом году этими пляжами, вам большой респект. Побольше благодарных клиентов. Ну, эту фигню почистят. И дальше можно будет купаться вообще без проблем в этих местах. Наслаждаться морем чистым классным. Я в этом уверен. Просто вот мотоцикл. Здесь большая беседка. Сапы такие про-девчули отдыхают. В общем, красота, ребята. Прошел чуть дальше. Палаточки, которые мы видели сверху. Здесь вообще мелкая галечка на заходе в море становится. Вот так вот поменялся берег. Раньше здесь были большие волны. Ну, камни тоже там есть, но это уже галечный пляж, а не каменный, ребятки. Вот так перевал дела. Чем ближе спуск, тем больше опять становится людей. Хотя вот я прошел вроде бы совершенно немного. И береговая линия изменилась. Камень бы превратилась в галечную. Люди, смотрите, вот без кораллов спокойно выходят из моря по мелкому камушку. То есть, кто бы знал, да, что в этом году трудящий пляж стал галечным. Здесь у нас стекают слезки по склонам. Такой вот родник прям большой течет сквозь дорогу. Нашел все место и уходит туда. Ну, в этом месте не воняет. Там раньше вот шли, где я вам сверху говорил, да, запах присутствовал. Здесь прям все хорошо. Такая жара. Голуби полетели, моются. Чистятся и перочки. Чем дальше отходим, кстати, оттуда, тем вода более кристальная, прозрачная становится. Эта смеси гораздо меньше. Чем вот, собственно, Анапа и Слайд, ребят. Ни одни водорослинки. Ничего нету. Приезжай, кайфуй, отдыхай, наслаждайся. А у вас там в Анапе одни водоросли. Поедем на каменные пляжи куда-нибудь другим. Вот, пожалуйста, Анапа. Трудящиеся приедете. Тургеневский стул, тоже Тургеневская улица. Мы к морю и пойдите, купайтесь в чистом море, в прекрасном море. В кипятке, в воде. И все у вас будет хорошо. Какой смысл говорить, что все плохо. Туалет. Туприще большая. О, слышали? Только один ребенок заключал большую медузу. При этом купается огромное количество людей. То есть медузы есть. Есть они во всех морях. Не только в Анапе. И в Сочи, и в Крыму. Потому что море у нас одно. Вот вверх идет лесенка. Смотрим панорамочку на весь пляжик. Здесь есть и бары, и навесы. Где посидеть, что попить, что купить. Сам подъем вверх. Вот у нас лесенка ушла от деревянного. Трудящийся спуск. Пляж великолепный. Есть переодевалки. Между тем, вы помните, что по 300. Чисто, красиво, классно. И привлекательно. Ну и давайте прогуляемся до трудящихся пляжей. Посмотрим, как все выглядит именно там. Девчули здесь гуляют. Это тоже хороший показатель. То есть пляж не только для возрастных людей, но и для молодых. Но такие лесенки, я думаю, потому что и много гуляют. Места для курения с правой стороны. Здесь люди отдыхают как раз таки на шезлонгах. Но то, что шезлонги стоят дешевле, чем в других местах, есть и не виновесы, это прям очень радует. По крайней мере, вы можете писать, как вам. Довольно отдыхающий с пивом. Кажется, что расстояния прохожу небольшие, но за сегодня я уже 7 километров намотал вместе с вами на видео. Кажется, я думаю, возле машины гораздо больше. Надо будет, кстати, подснять и сказать, сколько пройдено. Это тоже галичные пляжи. Заход широкий. Причем сделан понтон для катамаранов на прокате. Также неоднократно мы здесь их убирали. Причем эти пляжи я убирал еще, начиная с самого детства. Со школой мы приходили сюда. Думаю, для вас старались, чтобы всегда было чисто. Соблюдать чистоту, мусорки есть. Вот после вас будет только чище. Тогда будет Анапа самым привлекательным местом. Я думаю, сейчас кто смотрит, думает, да ну нафиг, это не может быть Анапы. Ну вот так вот, ребята. Вот так вот и живем. Причем, мы ушли дальше, здесь вода стала. Понимаете, реально чисто в море. Можете сами обратить внимание. Ой, зарезнение, видите, оно. Пятно там так попало. Но течения сейчас нету. Ветер сверху дует над нами. Поэтому здесь довольно-таки комфортно на отдыхе людям. Жарко, только очень жарко. Вот, ребята, и осень спасается. Эх. Я бы не советовал, конечно, водкоголь на пляже, на море. Как говорится, каждому свой отдых. А я еще буду приставать и говорить, как жить. Здесь у нас еще люди-люди. Навесы. Сезонги. И опять то же самое, все по 300 рублей. Там, видите, пустое расстояние от спуска. Потому что не все доходят нас. Максимально ленивый народ. Не любящие прогулки. Хотя гулять в одно удовольствие. Здесь все больше и больше занятых мест. Есть еще одна переодевалка. Там кто-то развешивает свои трусели. Но тут тоже у нас сверху с крышей. Поэтому заглянуть туда проблематично. Санузел. У них туалет вот такой за 30 рублей. Дальше работает бар с напитками. Мороженое. Сныки. Как бы рядом у меня копченое. И люди отдыхающие на этой. Помощься. У моря. Кайфово. Анапска. Без водорослей. И тут вроде бы без запасков. Шашлык. Шарма здесь за 300. С ленина. Сторон 180 рублей. Я считаю. Она что правильно увидела. Также всякие разные вещи продаются. Двашки. Для детей. Ружки. Ну и моря. Ну и бул. Кстати. Шторм века перевернула. И по нему там народ выходит на ставшийся камушек. Вот как я верил. Кто хочет. Можно даже возле берега. В такой температуре. Кайфовать. Красота. Как говорится. О чем еще нужно мечтать. Вон аппереда. Вот так отдых идет. Друзья. Дальше еще чуть-чуть людей отдыхают. Но пляжики максимально малолюдные. Поднимаемся по восстановленному спуску. И двигаемся дальше. В первую очередь я иду по нему. Потому что летом здесь наверное ни разу не ходил. Средние самые лестничные площадки. Мы можем разглядеть полностью весь пляж. Сверху. Как это все выглядит. И пожелать всем шикарного отдыха на наших пляжах. В общем места прекрасные, классные и притягательные. Для всех тех, кто сюда хочет приезжать. Не забывайте лайк. Подписывайтесь, ребятки. Но мы еще прогуляемся по верху. Дальше после помоста мы двигаемся. Вот по такой вот лестнице вдоль скал. Вроде бы ничего сложного. Но от скал идет такая жара. Прям очень сильная. Тут у нас заросший берег. Причем так красиво. Вот так бы весь проход. Благородить деревья. Было очень круто. Согласитесь. Немножко обогнали всех. И здесь вдоль кладбища прогулка к майку. А мы возвращаемся к 40 лет победы. Обратную дорогу. Тут деревья на зимний период пострадали. Сейчас вроде бы зелень отбилась. Но выглядит уже не так пышно, как было раньше. Квас мороженого появилось. Это у нас Тургеневская улица. Отсюда можно парковать машинку и идти на этот спуск на пляж. Тут гибискус. Причем разноцветные. Розы уже цвевшие в основном. Называется это место сквер Ванессова. Видите, дерево. Цветочки вокруг. Даже гибискус эту жару не выдерживает. И осыпается. И отсюда с набережной вид на море открывается. Памятник Ванессову напротив дерева. Вот там тоже. С акустиками, с газоном. Красота. И доходим до улицы Трудящихся. Раз таки чуть-чуть. Потом вперед. Еще один спуск моря. Цветочки. Гибискус. Красота. В общем, все повторяется. И сверху видно всех тех, кто в море купается. Великолепен. На Трудящихся тоже есть лимонад. Парковка небольшая. Там очень-очень мало в этом году как-то на этих пароходах. Странно. Это все почему-то на песчаный пляж лезут в водоросли. Потолкаться. Совсем немножко надо пройти. Буквально метров 150. И дальше такой спуск к морю. Под деревьями лохом серебристым. Деревянный. Есть одна скамеечка. И окажетесь там на пляжках. На которых мы с вами уже прогулялись внизу. Ну, можно также от 40 лет победы идти не в ту сторону, а прогуляться сюда. Тут, как говорится, кому что больше нравится, друзья. Честно, вот задумался, какой бы я спуск выбрал бы. Ну, сегодня, наверное, дальше от сброса конвенционной воды. Чистейший. Напомню вам после очистных сооружений. Поворачиваем за угол. Видим обратно шатер. Тут, конечно, можно еще зайти вот сюда, показать самую убогую детскую площадку. Заросшую. Ну, ладно, есть много чего хорошего сегодня. Не будем скатываться в негатив. Ребятки, уже у нас почти 8000 шагов. Сейчас через Олег Ворощь отойду обратно до машины своей. Я озвучу, сколько все-таки у меня сегодня получится. Ради того, чтобы вам снять эту красоту. От вас я все-таки жду подписку на телеграм-канал. Там уже все появилось. Вы пока тут этого дождались. Там уже люди комментарии написали, лайки прожали. В общем, всех люблю, целую. С вами был Игорь Заровский. Идем на машинке. 9000 шагов, ребята. Прошагали мы сегодня с вами 9 километров, чтобы показать этот видеосюжет. Еще раз говорю, если кто-то есть с возможностью поддержать донатом, донат типа номер 8-9-8-8-33-7-8-8-7. Температура воздуха здесь возле машины 38. Местами меняется где-то на 2,5 градуса. Было больше там на набережной. Хотел сходить в море плова, поесть. Ребят, просто нет сил. Садиться где-то кушать. Не хочется есть в такую жару. Пойду я домой под кондиционер, потихонечку пообрабатываю. Все. Всем привет, Черноморский. С вами был Юрий Озаровский. От души и ускоренном темпе пролетите со мной до моей машины. Субтитры сделал DimaTorzok.